Привет, котята! Вот опять я ковыляю неспешно на пляж, поэтому у меня есть немножко времени для блога. Почему я ковыляю? Хороший вопрос. Вы знаете, работа моя сидячая, я такой типа программер, software-инженер, DevOps, 33, последнее время. Вот, и сижу целыми днями, бывает по сумасшедшее количество часов. Да, сижу, 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 а потом вдруг выпадают какие-то выходные, и я начинаю ходить, да. И вот, судя по вот этим часам, по этому фитнес-трекеру за последние пару дней, у меня были выходные, я прошел типа в один день там 20 тысяч шагов, в другой день 20 тысяч шагов. И мои нетренированные ноги сказали, эээ, дружок, это мы тебе так просто не дадим. Вот. Во Вьетнаме лекарств нет. Ну, я шучу, есть, конечно, если вы пойдете в какой-то там международный госпиталь. Ну, во-первых, тут нет никакой травмы, на самом деле, я уже такое испытывал. Это просто как вот спортсмену взять там не тренированный человек и пустить его пробежать марафон, да. Что с ним будет? Ну, у него будет все болеть, у него будут там сухожилия, там все на свете. Вот примерно то же самое происходит, я уже такой получал в России, ходил к врачу, делал снимки. Короче, говорят, покой, тугая повязка, какая там мазь противовоспалительная, все пройдет. Здесь в аптеках противовоспалительная мазь, вряд ли я смогу даже перевести это. Вот, но тут забавно, тут все лечат двумя вещами. Собственно, есть, нет, три, три мази помогают от всего. Так, мне надо сосредоточиться и перейти дорогу. Очень страшно, там большой автобус, лучше подождать. Какие-то грузовики, вот смотрите, как это выглядит. Так, дорога позади меня, отлично выглядит. Вот за тем грузовиком резко побегу. Так, побежал. Так, быстрый мотоцикл. Другой быстрый мотоцикл. Все, пол дороги прошло, а тут нормально, тут даже ждать не надо. Да, ну в общем, три вида мази от всего. Первая это звездочка, вы все ее знаете, вьетнамская звездочка. Я бы сказал, вьетнамская звездочка, тут с ней даже массаж делают, вьетнамская звездочка. Она вообще лекарство от всего. Вот если у тебя там насморк, или аллергия, или перелом ноги, не знаю, что еще. Пищевое отравление, мазь со звездочкой, все пройдет. Это первый вариант. Второй вариант это жир питона. Это от солнца, от солнечных ожогов. Не знаю, от сыпи, в общем от всего кожного. Ну и третий вариант. White Tiger. Белый тигр. Там у меня что-то написано по-вьетнамски, я не знаю, что. Но вот это как раз какой-то аналог такой противовоспалительной мази. Я ее в прошлом году, по-моему, использовал, было нормально. Посмотрим, как обойдется в этом году. Да, ну вообще тут вот люди, которые ввели в народную медицину, они меня всегда удивляли. Да? Вы знаете, да, что чем отличается там медицина от народной медицины, от гомеопатии, от чего-то еще. Когда медицина работает, когда это доказано, что она работает, то она просто называется медицина. Когда не доказано, что это работает, когда скорее всего это не работает, скажу вам по секрету, это называется как-то еще. Традиционная, национальная, гомеопатия, там еще как-нибудь. Вот старое поколение тут во Вьетнаме, насколько я понял, верит в традиционную вот эту вот медицину. Ну всякие там тигры, они продают всякие настойки на жабах. Вот покажи мне, человек, кому настойка на жабах помогла. Какие-то там настройки на кобрах и всякий прочий. Интересный момент. Мы хотели купить эту кобру тоже, ну раз все покупают, как мы можем не купить эту кобру. И оказалось, что кобра внесена в местный аналог красной книги. Вы, кстати, знали, что красная книга это не интернациональная фигня, а российская? Вот я не знал. В некоторых странах есть свои аналоги красной книги, в некоторых нет. Но как таковой интернациональной красной книги не существует. Ну вот кобра, в общем, она внесена в список запрещенных к вылову. И поэтому местные предприимчивые вьетнамцы берут других змей, типа вообще ужей каких-то. Ага. И вставляют им там зубочистки внутрь как-то, чтобы у них этот, как у кобры называется, капюшон. Чтобы у них капюшон такой был, кабриного вида. Вот и продают счастливым туристам. Туристы пьют напитки из ужей, может и ежей тоже. И чувствуют себя счастливыми. Чувствуют, что им это здорово помогает. Да, вот такое всякое. Так же тут массажи, мази. Но, откровенно говоря, если вы заболели, езжайте лучше в госпиталь. Если вы не знаете, что с вами. Потому что я бы в эти мази точно не поверил. Но мне нравятся шутки. Тут такие смешные шутки бывают. Я тут читал на Фейсбуке. Не знаю даже, как перевести эту хвапну на русский. Ну что-то вроде того, что... Проводят эксперименты с этими настойками на кобрах. Пишут в Фейсбуке. Я принял стаканчик настойки на кобр. Моя мужская сила резко увеличилась. Женщины, если вы готовы к приключениям, приезжайте. Проверим, работает или не работает. Вот такого рода. Это прямо затертая тут шуточка. Но пользуются спросом, как я посмотрю. Ну вот, собственно, все, что я знаю про медицину. Ну да, едят всякие коренья, всякие листочки, всякую ерунду. Уверят, что это помогает. Так что ждите, через два дня отчет, помог ли мне белый тигр или нет. Там на нем, я так понимаю, это печень тигра какая-то, что ли написано? Это гон. Полный гон. Это обычный какой-то жир. Пахнет звездочкой. Тут все пахнет звездочкой. Кстати, любой медикамент, даже аспирин во Вьетнане пахнет звездочкой. Как-то они умудряются это делать. Вот я уже даже ковыляющий в режиме. Смотрите, за четыре минуты дошел-таки до пляжа. Сегодня у нас нет солнца. У нас уже четвертый день нет солнца. Ну такая вот облачная погода иногда. Грозы, дождики, сводки погоды. Что за дурбок, да? Как это? И без сводок погоды. Давайте я вам все расскажу. Из интересного. Вот смотрите, облака. Солнца нет вообще. Поэтому некоторые смелые туристы ходят без мази. Без футболок, без всего этого прочего. Обгорают. Плачут потом, как дети. Лежат. Плачут. Мажутся жиром питона, кстати. Это помогает. Мы проверили. Наверное, любой жир помогает. Но жиром питона как-то приятнее, что ли, мазать. Все-таки в Азии, да? Мне хочется каких-то, как это называется, местных достопримечательностей. Ступеньки мне даются особенно тяжело с моей ногой. Вот их немножко. Вот я увижу своих ребяток. Они тут давно довольно купаются. Я задержался немножко. Я задержался, потому что мы планировали наше путешествие. Мне надо было кучу всяких рейсов там состыковать. Сделать кое-какие бронирования. Обычно это непросто. Вообще я удивляюсь людям, которые умудряются так вот подолгу путешествовать. Потому что всегда что-нибудь не так. Когда мы были такими начинающими путешественниками. Были наши только первые бронирования. В всяких букингах, там R&B и прочее. Мы каждый раз удивлялись, когда что-то шло не так. Ну то есть ты приезжаешь, там нет хозяина. Квартира закрыта. Никакие телефоны не отвечают. У тебя нет местной симки. Ты звонишь в R&B. Тебе говорят, что ваш звонок очень важен для нас. Вы для нас в очереди 1874. Ты такой, ну ладно, ждешь час. Звонишь через час и ты в очереди 1975. Да. Такое бывает. В общем, поначалу мы этому удивлялись очень сильно. Думали, что ну как же так. Ну должно же быть без сучка и зазоринки. Сейчас мы уже не удивляемся. Сейчас мы удивляемся, когда все без сучка и зазоринки. Да. Потому что обычно все наоборот. Ну к этому привыкаешь. Вообще привыкаешь ко всему. Поэтому у нас уже даже такой отработанный некий механизм. Когда мы идем вселяться. Вот я раздеваться начинаю. Потому что вот здесь вот видите. Стоит коляска на пляже. Это вот мои ребятки где-то рядом значит. Вот. Это кстати по поводу кражек. Вот смотрите. Стоит коляска с вещами. Вот с телефонами. Вот с мячиками. С нашими игрушками. С нашими полотенцами. И никого вокруг из наших ребят нет. Они либо в море. Либо где-то еще купаются. Когда мы заехали во Витам. Все были запуганы страшно. Держите деньги на себе. Привязывайте там к ушам. Прячьте под футболку. Лучше всего деньги зашить в трусы. Двумя стежками. Слава Богу. Ничего такого мы не видим. Ничего даже близко такого не видим. Но в Ньчанге наверное в Ханое этого всего полно. Я уверен. Просто мы живем в таком месте. Которая не дотягивает что ли. По этим стандартам. Вот. Что вам еще раз сказать. О. Я увидел своих ребят. Они действительно все в море. Привет. Привет. Так. Про лекарства рассказал. Про R&B немножко не рассказал. Вот. Значит стыкуем всякие эти поездки наши. И в последнее время мы выработали даже такую методику такую. Мы часто делаем перекрытие квартир. Например. На день там. Или на что-нибудь такое. Вот. Потому что. Иногда шанс. Это небольшая переплата обычно. С учетом там комиссии. Даже сервиса и прочее прочее. Обычно. Небольшая переплата добавить еще одну ночь. Но. Ты зато спокойно едешь. Выезжаешь. Собенно здесь во Вьетнаме. Они очень любят паспорта. Каким-нибудь залог брать. А потом. Всегда пробуют тебя на прочность. А что если мы тебе там впишем там. Не знаю. Испорченное полотенце в счет. А платишь ты или не оплатишь. Они будут с тобой там затягивать время. В надежде. Вдруг тебе надо бежать на самолет. А у них твой паспорт. И они вроде затянут время. И ты по неволе заплатишь. Это всегда. Это прям везде. Поэтому. Самая лучшая стратегия. Которая мне помогает. Я так прихожу. Ленивенько. Никуда не торопляясь. Рассаживаюсь там в кресле. И говорю. Ну давайте. Делать чекаут. Они начинают мне компенсировать голову. Я там сижу. Улыбаюсь. Всем своим видом показываю. Вот пришел ко мне ребеночек. Привет ребеночек. Как дела? Еще один ребеночек. Привет. Как дела? Вот. И всем своим видом показываю. Что я тут точно никуда не тороплюсь. Да. У меня время есть. Могу спокойно с вами поразбираться. Давайте посмотрим. Сколько тут было этих полотенец. И всяко-всяко-всяко. Надо сказать. Некоторые люди. Выше этого. Нормально все делают. Но вот если вы связаны с вьетнамским агентством. С вьетнамскими агентами. Я вам гарантирую. Это будет именно так. Вот. Поэтому. Мы никогда не планируем дни выезда. Из квартиры. В тот же день. Когда у нас самолет. Потому что мы не хотим. Вот. Быть в уязвимой позиции. Да. Бегать там с паспортом. Без паспорта. И пытаться значит. Как-то зачекиниться на самолет. И. Эти вымогатели здесь. Мы поэтому делаем иначе. Мы. Оставляем несколько дней. И на несколько дней. Переезжаем в такую квартиру. И в такой отель. Где не требуется никаких паспортов. Залог. Чтобы мы могли просто встать и уйти. Да. То есть мы заранее как планируем. Вот. Еще один ребенок прибежал. Вот мы два раза с дедами покупались. А со мной покупаешься? Мы. Да или нет? Папа. Вот мы еще когда покупались. И ракушки одинаковых. Ракушки. Отлично. Да вы не потеряли. Да. Вот. Это такие лайф. Как это называется? Лайфхаки. Лайфхаки. То есть вот. Первое. Будьте расслаблены. Не показывайте что вы торопитесь. Показал что вы торопитесь. Будете платить. То же самое. Ну. Сами понимаете. Уязвимая позиция. Никогда не ведите переговоры с уязвимой позиции. Ведите их с таких позиций. Спокойных. Я никуда не тороплюсь. Денег у меня скажем нет например. Часто они начинают вымогать какой-нибудь кэш. Я говорю. Ребят. Давайте я заплачу картой. Например. Если это необходимо заплатить. Карты. Карты они никогда не принимают. Не любят там. Через всякий сервис типа РНБ. Они всегда отговаривают. Всегда отговаривают. Я получу через какой-нибудь РНБ. Почему? Я переплачиваю РНБ. Какой-то процент. Но я знаю. Что я по крайней мере могу. Теоретически поднять спор потом. Теоретически там. Написать какой-нибудь плохой отзыв. Там. Попробую что-то еще сделать. Они этого боятся в целом. Поэтому они сразу начинают какие-то скидочки там. Подкидывать там. Типа давай там. На 2 миллиона меньше там. Но зато там. Типа вот напрямую. Сейчас Вася отдашь. Все нормально будет. Не волнуйся. Нормально. Не будет ничего. Будет весело скорее всего. Так что да. Так что я обычно плачу через какой-нибудь РНБ. Иногда они поверх. Вот например вот эту краткую у меня там. Украл паспорт собственно говоря. Ну вот. Такая плохая ситуация. Ну. Ждите обновления. Скоро я вам расскажу. Как у него паспорт. Это Воколупов. У меня тоже есть лайфхаки. Но они не всегда работают. Обычно лайфхак такой. Обычно я отдаю этот паспорт смело. А потом через день прихожу. И говорю. Мне надо билеты покупать. Я самолетом лечу в Бирму. В Бианмар. Например. На экскурсию. Вот. Они там сопротивляют. Что там придумают. Придумают. Там просят деньги. Но в конечном итоге. Часто сдаются. Вот еще один лайфхак. Но я вообще здесь не сделал. С этой текущей квартирой. Может быть сделаю. Вот. А сегодня мы сняли значит отель. Во Вьетнаме. Еще один вот этот. На два дня. Который мы пересидим до нашего рейса. Да. Ждите. 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 Это высотный отель. Мы вам снимем там. Ха-ха. Ну все. Мне уже некогда. Мне уже жарко. Мне надо идти купаться. Пока-пока.